Скажите, пожалуйста, какая сумма была потрачена на реализацию? Я не знаю, какая сумма потрачена, потому что это все благодарительная помощь. В первую очередь Дельта Винбород, Одесского припортового завода. То есть мы финансово не касались, это их бригады, это те, которые на балансе счастливы. Это благодарительная помощь. Какая сумма? Это не коммерция. Я сделал то, что сделал, вы увидите. Ни копейки денег мы не брали, ни в руки. Александр Боросович, скажите, Почему у вас выникла такая ИДЭС? Ну я вам объясню, почему. Вот я сам приехал в город недавно, пять месяцев назад. Снять квартиру приличную, это две с половиной тысячи гривен. Постоянно не платка личного состава, не комплект. Не комплект в чем заключается? Город удаленно от Одессы. Жильеон снимается в такую же цену, как и в Одессе. Достаточно дорого, две тысячи, две с половиной, три. Поэтому ту мизерную зарплату, чтобы создать условия, надо хотя бы дать людям, где жить. Есть уголок, уже можно что-то требовать с них. Можно требовать работу. Тем более выйти в какой близость от города делая милиция. Молодые хлопцы, с Луганска, с Донецка, негде жить. Они, к сожалению, остались без Родины. Только как не мы им поможем. Вот лейтенант. Их пять человек. Поэтому была принята такая идея. Городской глава меня поддержал. Выделил служебную квартиру. Предприятие тоже откликнуло. Все добрые люди откликнулись, скажем так. Все добрые люди. Друзья мои просто восстыли, что действительно вошли в положение. Сейчас очень тяжело с меценатством. Вы сами понимаете. Очень хорошая идея и очень хорошо, что так все получилось. На 7-8 мест. Пока на 7 нам это достаточно. У нас был съедание конкретных участков. Уже на протяжении трех лет. Пять участков. Я еще планирую туда патрульников. Новая патрульная служба. То есть как раз то, что необходимо для такого города – 32 тысячи населения. Семь молодых специалистов. ГОС, которые безопасны. Все остальные люди семейные. У них семь. Будем дальше. Вы задоволенны с загальным результатом? Я? Безусловно. Я знал, что у меня получится. Я хотел, а то у меня это получило. Следующий проект вместе с городским головом – это сделаем безопасный город. Однозначно. Сейчас уже проходит согласование, экспертиза. Мы закроем. Видеоцифицируем город. Будем мониторить ситуацию. Мы добьемся того, чтобы город Южный был самым безопасным в городе – Украине. Он и сейчас, скажем так, относительно спокойный город. Но мы хотим делать еще лучше для наших жителей. Почему у вас выникла такая идея? Там мы видим много фотографий, разных предприятий. Мы так зрозумево вспоминали. Как вы понимаете? Почему? Ну, во-первых, люди, даже знаете инфраструктуру города, должны понимать, кто является бюджетонаполняющим в городе, кто помогает городу, на чьи налоги в принципе город живет. Там все отображено на этих фото. Это в том числе и жизнь Южного отдела милиции. Вот они были. Один респект нашей службы милицейской. Поэтому я открою. Чтобы люди помнили через пять лет, через десять, кто помогал, кто это сделал. Чтобы это осталось в памяти людей. Потому что память – это самое главное. Будет ли какой-то режим у общежития? Ну, какой режим? Режим – это порядок, самое главное. И все, вовремя приходить на работу, чисто убираться. Ну, такой режим. А остальное согласно. Давай, давай, мужем. Согласно, согласно, согласно. Давайте на входе. Распорядка. Вы будете контролировать? Ну, конечно. Ну, как. Конечно, буду контролировать. Как и на службы, так и за службы. Однозначно, да, молодые. Посмотрим, поможем. Еще чуть не доделано, всем поможем. Угу. Спасибо. Добро.